Аллах так сотворил нас, уважаемые братья и сестры, то что в этой жизни всегда идет какой-то взаимообмен. То есть мы, например, рождаемся, потом вырастаем, потом в свое время тратим мы учебу, сейчас вы учитесь, да? Потом, аль-хамдулля, отдай Аллах, аминь, иншаллах, в посте мы сейчас два опроса, чтобы каждый из вас получил после окончания великую, большую должность, иншаллах, я рабом. Поэтому потом получаю какую-то должность, отдаю свое время, там, работает и так далее, получаю зарплату. Зарплату тратим там на что-то, на продукты. То есть постоянно идет взаимообмен. Человек всегда думает о награде. Какая же награда за то, если я стану набожным, богобоязнным? Пророк Мухаммад, салаллаху алейху алейху ассалям, сказал, когда ему показали рай, показали ад, он сказал, «Аксару ахнил-джанна аль-муттақын». Большинство, кто был в раю, это аль-муттақын, это кто-кто набожный. Большинство, количество тех людей, которые попадут в рай, это богобоязнные люди, сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям. Поэтому самое, что есть лучше, запас, который мы сможем с вами принести через свою жизнь, и вместе с этим запасом зайти в будущее, иншаллах, в райскую обитель, это таква. Аллах в Коране говорит, у вас должны быть запасы, то есть запасы на жизнь, на судный день. И самое лучшее, чем вы сможете сделать запас, это богобоязненность. Это богобоязненность. Поэтому, когда мы, например, бываем, человек, он выезжает в путь, он что с собой? Берет, какую одежду одеть, какую еду с собой взять, или еще что-то, что с собой взять, деньги берет, то есть запасы какие-то берет. И он самый такой основной, даже если человеку скажет, у тебя только ручная кладь, багажа нет, он что, он самое необходимое с собой возьмет. И вот нам всевышно говорит, самое для вас необходимое в этой жизни, это богобоязненность, это набор. Человек богобоязненный, альхамдуллах, из него исходит все благое. Под отношение к самому себе, под отношение к близким, под отношение ко всем окружающим людям. Даже как к животному относиться, ислам нас обучает. Запрещено в исламе даже по лицу ударить животного. Поэтому, субханаллах, все, что есть богобоязненность, альхамдуллах, вот поэтому, когда пророка Мухаммада, саллаху алейхи ассалям, спросили его супругу, Айша, рада Аллаху, аня, умы му'минин, на кенахуликуль, аррасул, саллаху алейхи ассалям, какой был нрав, гырк, охляк у посланника Аллаха, саллаху алейхи ассалям? Почему они спросили? Потому что Всевышний, Аллах сам его похвалил в Куране, посланник Аллаха и сказал, Поистине, ты, Мухаммад, на великом нраве, ты, Мухаммад, твой нрав великий, не просто красивый, великий. И тогда, субханаллах, когда Аллах не спросил этот аят, пришли к супруге, посланник Аллаха, с подвижники, и начали спрашивать, Какой был нрав в посланник Аллаха? Потому что Айша, рада Аллаху алейхи ассалям сказала, Его нрав был в Куране. То есть посланник Аллаха, саллаху алейхи ассалям, был ходячий Куран. Аллах, субханаллах, в Куране говорит, Не враждайте, не проявляйте вражду, он не проявлял. Аллах, субханаллах, говорит, Говорите всем людям благие слова, красивые слова. Самый первый, кто говорил благие и красивые слова, пророк Мухаммад, саллаху алейхи ассалям. Аллах, субханаллах, в Куране говорит, Ваафу, васфаху, прощайте, именитесь. Он первый, кто шел на примирение посланник Аллаха, саллаху алейхи ассалям. Вот это вот есть нрав Корана, вот это есть нрав богобоязненности, который верующий человек должен принести через всю свою жизнь и вечности в райской обители.